МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новости на канале НСК-49, в студии Мария Левина. И смотрите сегодня. Главный российский Дед Мороз компании известных телеведущих приехал в Новосибирск, чтобы встретиться с ребятами, отправившими ему письма, и рассказал, что ждет нас 31 декабря. Как избавиться от старых журналов, газет и ненужных бумаг и сделать тем самым доброе дело? В Новосибирске стартовала благотворительная акция. Анисин, Шалимов, Гемаев, Коваленко и другие звезды отечественного хоккея вышли на лед на площадке ЛДС Сибирь. А теперь подробнее о самых главных событиях дня. Вместо саней автомобиль, вместо мешка грузовик. Еще не закончилась календарная осень, а в Новосибирск уже приехал настоящий Дед Мороз из Великого Устюга. В этом году он колесит по стране не один, а в компании известных телеведущих и журналистов. Какие желания новосибирцев готов выполнить новогодний волшебник? В каких местах нашего города он побывал? И что за сюрприз ждет нас 31 декабря? Узнал наш корреспондент Александр Могилин. Официальный или попросту настоящий Дед Мороз выехал из своей резиденции в Великом Устюге еще в середине ноября. Он уже посетил Пермь и Тюмень и теперь добрался до Новосибирска. Первым делом главный новогодний персонаж побывал в центрах социальной помощи и реабилитации несовершеннолетних, а также заглянул в отдельные семьи, которые написали ему самые проникновенные письма. Семья, пять деток, они меня подчевали, вы знаете, мое любимое лакомство – это мед. И подчевали медовиком, очень славный, очень сладкий был. Каждому подарил подарки. Именно их вчера поздравляли, потому что их письма были самыми добрыми, самыми светлыми. Потому что именно в этих письмах не только просьбы, не только пожелания, подарков, но и рассказ о себе, о своей семье. Впервые Дед Мороз путешествует по стране с многочисленной командой поддержки и с известными телеведущими. В Новосибирск он приехал в компании лауреата премии ТЭФИ Вадима Токменева. Популярный ведущий рассказывает, что встречи Деда Мороза в городах России транслируются в прямом эфире. И нашему городу очень повезло, что волшебник посетил его больше, чем за месяц до Нового года. Ощущение преднового года, да, оно, конечно, дорогого стоит. И здорово, что в Новосибирске оно случилось именно сейчас, в ноябре, а не в конце декабря. Поэтому вот этого заряда, наверное, должно хватить до Нового года и этого замечательного настроения. Дед Мороз поздравил всех горожан с наступающим Новым годом на площади Ленина. Зрители водили хороводы, танцевали, получали подарки, а под конец торжества гость из Великого Устюга предложил всем сыграть в обнимашки. А теперь обнялись с человеком, который стоит позади вас! А теперь обнялись с человеком в красном колпаке! Что касается пожеланий и просьб, то их, по словам Деда Мороза, уже скопилось около сотни тысяч со всей страны. Дети и взрослые чаще всего просят новые телефоны, планшеты и прочую технику. Но новогодний персонаж не одобряет такие желания. Ему больше по душе что-нибудь необычное, доброе и познавательное. Кто-то хочет увидеть жирафа, бегемота, побывать на чемпионате мира, допустим, по хоккею или на чемпионате нашей сборной, чтобы искренне поддержать их. Слетать в Антарктиду, не скажу, что сразу все могу исполнить, но, по крайней мере, буду искать возможности, как им помочь. Исполнить все желания маленьких и взрослых новосибирцев сказочный гость, естественно, не сможет за время своего визита. Но организаторы акции подчеркивают, можно писать письма и ждать, поскольку в новогодний вечер Дед Мороз на одном из федеральных каналов исполнит еще много самых интересных желаний. Для чудес возраста нет. И поэтому, несмотря на то, что нам 6, 10, 12 или 40 или 50 лет, мы все равно где-то глубоко в душе продолжаем верить в чудеса. Мы будем исполнять эти желания прямо в прямом эфире. Для взрослых организаторы путешествия приготовили еще один сюрприз. Впервые в прямом эфире перед боем курантов будут разыграны билеты государственной лотереи. Счастливчик получит миллиард рублей. Скептики в исполнении желаний и сказочные выигрыши, скорее всего, не поверят. Но все-таки большинство из нас в душе надеется, что мечты сбудутся, а чудеса существуют. Особенно в новогоднюю ночь. Избавиться от ненужной макулатуры и помочь больным детям. Такая возможность появилась у жителей Новосибирска. В городе стартовала уникальная акция по сбору макулатуры в офисах и школах. Деньги от которой направят в благотворительный фонд «Защите жизнь». Как сбор макулатуры может не только сберечь деревья и сделать наш город чище, но и помочь ребятишкам, узнал наш корреспондент Василий Акимов. Ненужную бумагу, включая многочисленные газеты и журналы, большинство новосибирцев просто выбрасывают на помойку, особо не озадачиваясь с дачей макулатуры и прочими действиями, направленными на сохранение природы. Связано это далеко не всегда с несознательностью наших граждан. Просто у многих граждан нет времени и желания нагружать себя поиском места, где принимают софтор ресурсы. Изменить ситуацию решили в одной новосибирской компании. И не просто изменить, а и помочь детям с онкологическими заболеваниями. Вовлечь активных граждан сибирского региона, чтобы собирать ту макулатуру, которая на данный момент вообще не собирается. Вот и вот идея. Чтобы помогать с одной стороны и почистить офисы, это первое. Освободить ненужное пространство, это второе. Ну и самое главное помочь детям, больным. Акция проходит следующим образом. В офисы участников проекта устанавливаются специальные контейнеры-накопители для макулатуры, офисной бумаги, брошюры, листовок. По мере их наполнения компания производит вывоз собранной макулатуры с последующей ее реализацией заводом по переработке вторсырья. Вырученные от продажи макулатуры средства направляют на счет благотворительного фонда. В числе мест, где уже установлены такие контейнеры, школа номер 87. В нашу школу номер 87 обратилась благотворительная организация «Сохранить жизнь» с вопросом о сдаче макулатуры для помощи онкобольных детям. Мы, конечно же, поддержали эту инициативу, потому что сбор макулатуры у нас проходит каждый год. Мы ее сдаем на утилизацию и, посовещавшись, мы решили, почему бы не помочь нашим детям. Сами школьники рады тому, что и они могут оказать посильную помощь своим сверстникам. Я люблю помогать всем. Правда, иногда моя помощь не очень помогает, но я все равно люблю помогать. Мы взяли макулатуру, чтобы из этой макулатуры сделали лекарства для больных детей. И в дальнейшем они смогли учиться грамоте в нашей школе и в разных школах и радоваться своей жизни. Хочу, чтобы все дети были здоровы и чтобы все смогли играть. Хочу, чтобы у каждого ребенка была улыбка на лице. Каждый наполненный бумагой контейнер-наполнитель будет являться вкладом в общее доброе дело. Планируется собрать не менее 4 тонны использованной бумаги. На вырученные деньги можно будет оплатить проведение необходимых лабораторных анализов и исследований для детей, так нуждающихся в этом. Ведь именно от результатов анализов, качества и правильности их проведения зависит дальнейший ход лечения, а значит и жизни ребенка. В офисах и школах города уже установлено 29 корзин для сбора макулатуры. Организаторы приглашают присоединиться к доброму делу коммерческие и некоммерческие организации, школы и вузы города. Узнать подробности об условиях акции и сделать заявку на участие можно по телефону, который вы видите на своих экранах, а также на официальной странице проекта. Красота спасет мам. Хорошо, когда в семье нет финансовых, бытовых, жилищных проблем и прочих жизненных трудностей, но, к сожалению, в нашем городе немало и тех, кому нужна срочная помощь. Чтобы поддержать такие семьи, новосибирские победительницы конкурсов красоты и сами, познавшие радость материнства, провели благотворительный аукцион. Вырученные средства передали фонд общественной организации, который помогает решить подобные проблемы. Тему продолжит наш корреспондент Александр Могилин. Благотворительный аукцион в Новосибирске организовали руководители и участницы различных конкурсов красоты среди замужних женщин, имеющих детей. Чтобы помочь таким же мамам, как и они сами, красавицы приготовили для продажи особенные лоты. Некоторые им дороги, как память, другие они сделали своими руками. Мой лот, я уверена, что обретет своих хозяев, он будет финальным, потому что это будет сладкий лот. Так как просили лот королевский, просили, чтобы присутствовала какая-то королевская символика. Поэтому это будет очень вкусный торт с короной. Акция не случайно является благотворительной. Все средства от продажи сувениров поступят в фонд общественной организации, помогающий матерям и их детям. Вот совсем скоро нам будет ровно 15 лет, как мы юридически были зарегистрированы. И все эти годы мы оказываем помощь семьям, которые находятся в чрезвычайно трудной ситуации. И с этой ситуацией без помощи сообщества они справиться не могут. Боритесь за каждый лот, потому что в итоге побеждает добро, милосердие и благотворительность. Давайте делать добрые дела вместе, и тогда как можно меньше будет трудных ситуаций у наших детей и у наших семей. Миниатюрные короны, матрешки, торты, картины, домашняя одежда – вот далеко не весь перечень предметов, которые ушли с молотка. Стартовой была сумма в одну тысячу рублей, но после торгов вещи продавались за 10-15 тысяч. Кроме того, участники вносили добровольные пожертвования, ничего не приобретая. По мнению организаторов, подобные благотворительные аукционы – обычные явления за рубежом. Но в нашей стране, и в частности в Новосибирске, пока они не так популярны. Я думаю, это очень правильно, когда женщины успешные, которые добились определенных успехов во всех сферах своей жизни, обращают внимание и не забывают про то, что разная бывает ситуация жизненная у наших женщин, и акцентируют внимание необходимости, помнят о том, что нужно помогать вот таким нуждающимся мамочкам. Не всегда власти могут помочь. Поэтому я считаю нашим долгом как-то повлиять на эту ситуацию. И если мы можем чем-то помочь тем, кто, не важно, женщина это, ребенок, или какая-то другая аудитория, которая требует помощи, это необходимо сделать. За один вечер удалось собрать 120 тысяч рублей. Организатору аукциона считают, что это неплохая сумма, которая наверняка поможет нескольким новосибирским семьям справиться с кризисными ситуациями. Наверное, если бы таких аукционов в Новосибирске было больше и проводили их чаще, то многие социальные проблемы можно было бы решить. Поэтому хочется надеяться, что благотворительность в нашем мегаполисе когда-нибудь станет по-настоящему регулярным и популярным делом. Легенды отечественного хоккея сразились с командой «Газпромбанк» на льду ЛДС «Сибирь». Игра была приурочена к 15-летнему юбилею филиала банка в Новосибирске. На лед вышли прославленные олимпийские чемпионы, а за команду «Газпромбанка» сыграл народный артист Российской Федерации музыкант Игорь Бутман. О том, что привело джазового музыканта на хоккейную площадку и чем завершилась битва на льду между банкирами и легендами отечественного хоккея. Далее в нашем выпуске. Хоккей – игра динамичная и страстная, и поэтому объединяет людей из самых разных сфер. Доказательством тому стал товарищеский матч между командами «Газпромбанк» «Правит Бенкин» и «Легенды хоккея», который прошел в ЛДС «Сибирь». На лед вышли олимпийские чемпионы Виктор Шалимов, Владимир Мышкин, Василий Первухин, Владимир Лученко, многократные чемпионы мира Вячеслав Анисин, братья Александр и Владимир Голиковы и многие другие мастера, чьи имена навсегда вписаны в историю отечественного спорта. Противостояли им любители. Команда, собранная под флагом «Газпромбанк» «Правит Бенкинг». Один из игроков этой команды, Игорь Бутман, продемонстрировал свое музыкальное мастерство перед началом матча. Он исполнил на саксофоне знаменитую хоккейную композицию «Трус не играет в хоккей». Хоккейджаз объединяет, во-первых, импровизация. И чем лучше, как есть, тем больше он импровизирует в тех рамках, которые ему позволяют физические возможности, его партнеры, команда. Команда – это как оркестр, и тренер – это дирижер. По словам организаторов матча, возможность сыграть с легендами хоккея вызвала неподдельный интерес и воодушевление у друзей и партнеров «Газпромбанка». Новосибирск – это хоккейный город, и наши клиенты тоже играют в хоккей. И, конечно, каждый из них мечтал выйти на один лед с легендами советского хоккея, с олимпийскими чемпионами, чемпионами мира. Я думаю, что это вызывает особый интерес и у играющих на площадке, и у гостей, которые сегодня пришли. Мы собираем партнеров, которые получают удовольствие для себя, доставляют удовольствие зрителям. Мы также очень рады привести нашу хоккейную команду, еще более рады привести легенд хоккея в Новосибирск и дать возможность жителям этого города насладиться игрой признанных легенд хоккея России. Большой бизнес, большой спорт, в чем спортсмен. Вы знаете, и там важны и лидерские, и командные навыки. Более того, мы очень рады видеть тому, как дружба между банком и его партнерами, его клиентами сплачивается командой, как дружба это крепнет благодаря спорту. Это очень важно. Мы видим, что это отлично работает. По оценке профессионалов, внесших огромный вклад в отечественный хоккей, команда «Газпромбанк Правит Бэнкинг» выглядела вполне достойно. Ну, немножко техничнее, немножко, может, катаемся получше. А так ребята стараются. Конечно, можем прибавить, но нам интересно играть. Им, наверное, тоже интересно. Посмотреть на игру пришли как представители крупного бизнеса и власти региона, так и рядовые болельщики. И, конечно же, родственники самих хоккеистов пришли поддержать своих родных. Матч завершился победой прославленных ветеранов. 9-6 в их пользу. Впрочем, счет в этой игре не главное, говорят участники. Главное – атмосфера этой игры и возможность выйти на лед вместе с легендами советского хоккея в своем сильнейшем составе. И то, что глаза у игроков «Газпромбанк Правит Бэнкинг» во время игры горели совсем, как у мальчишек.